Это у нас такой спецвыпуск. Включение, к сожалению, не смогу сделать, потому что, скорее всего, будет тормозить интернет. Сегодня я могу сказать, что мы были на очень серьезной, очень важной встрече с головной компанией. Поэтому сейчас, так скажем, в походных условиях, да, коллеги, мы тоже очень рады. Тут в соседней комнате находятся все остальные члены правления. Видео я не буду включать, потому что, скорее всего, будет интернет тормозить. Я постараюсь максимально емко описать то, что у нас произошло вообще за эти недели, потому что, действительно, в нашем проекте на сегодняшний день происходит просто огромное количество событий, друзья. В первую очередь я хотел бы, естественно, остановиться на том, на чем мы сфокусировали внимание и чего мы так долго с вами ожидали, друзья. Несмотря на то, что все уже на самом деле свершилось в сентябре и строительство началось еще в мае. Но до определенных событий, до определенных согласований на высшем уровне, на высшем государственном уровне нельзя даже было объявлять, что глобальный научный инновационный центр Skyway будет реализовываться именно в шарже. То есть вы помните, что мы, коллеги, к сожалению, сейчас, так скажем, уже чекаут был сделан и принесли вебинар, потому что не знали, сколько продлится встреча с головной компанией, вот, и без кому-то мешает музыка, ну, будет обязательно тезисирование и все будет зафиксировано самое главное. Так что давайте не отвлекаться, несмотря на то, что фотография, я очень редко включаюсь чисто с фотографии. Такие условия, то есть на сегодняшний день походные условия. И я могу передать свою эмоцию, друзья, что вот это видео долгожданное, которое мы все увидели, это то, что мы на самом деле проходили уже в 2015 году и мы достигли конкретный результат. Сейчас скорости значительно будут еще более высокие, друзья, потому что уже к апрелю 2019 года нам необходимо построить то, что Анатолий Эдуардович продекларировал в своем выступлении, в своем репортаже «Курс на восток». Это очень серьезная стратегия и сейчас, слава богу, наконец-то свершилось, что мы видим первую вот такую небольшую окошку. Все помните, поставьте плюсики, кто помнит, на самом деле, друзья, первый вебинар Анатолия Эдуардовича, когда он буквально в маленьком окошечке выступал и рассказывал про технологию. Это было еще в 2014 году. И неспроста, я думаю, что выбран был именно этот формат, когда строители записали этот репортаж. Анатолий Эдуардович держал микрофон буквально возле себя, потому что ничего именно в плане спецтехники, видеотехники не было на тот момент доступно, но этот момент необходимо было запечатлеть. И все работы, весь закуп стали, металла и все начало проектирования тех подвижных составов, которые мы увидим уже в апреле 2019 года, на самом деле, друзья, все это было начато еще в мае 2018 года. То есть это очень серьезная проработка, которая предшествовала многочисленные переговоры. И это процесс, который длился фактически год, друзья. Потому что смотрели и присматривались к различным финансовым группировкам, к командам, были выбраны наши стратегические партнеры, которые на сегодняшний день имеют общую компанию с головной компанией, направленную на развитие технологий SkyWay, направленную на развитие альтернативных источников энергии. В этой же логике делается и крипто направление, и крипто платформа, которой занимается головная компания. И мы, как SkyWay Capital, я лично как энтузиаст, который это направление одно время начинал, после 25 июня 2018 года не имеем никакого отношения. То есть, но это все взаимосвязанные процессы, друзья, синергия, которая дала нам вот эту территорию, фактически и 25 гектар, и 250 гектар можно держать в уме, потому что все это согласовано на высшем уровне. И сейчас мы можем говорить, что да, действительно, в Шарже, друзья, будет реализовываться научный, инновационный, мировой, не побоюсь этого слова, центр по технологии SkyWay. Там же будет реализовываться строительство университета. И на самом деле, университета, я имею в виду уже для SkyWay, на самом деле в университете Шарже, вы не представляете, друзья, обучается более 40 тысяч студентов с более чем 100 стран. Это как раз-таки тот регион и тот, я бы не сказал, эмират, а страна, которая действительно сможет подарить SkyWay огромное количество специалистов, которые уже будут в будущем обучаться именно по струнным технологиям и именно по технологии SkyWay. И, естественно, сейчас вот мы были на встрече в Минске и видели, как в конце рабочего дня, друзья, на самом деле, так, коллеги, это не запись, это такие вот экстремальные условия, походные включения, иногда у нас так бывает. Сейчас мы со всеми членами правления находимся в Минске после встречи с головной компанией. И, соответственно, друзья, действительно сейчас фактически, можно сказать, пиковых нагрузок достигла компания в плане и всех сотрудников, и достаточно большое количество людей просто не справляется с работой, поэтому с ними приходится расставаться. Я говорю именно про головную компанию, про зао-струнные технологии, потому что та технология, которую мы все с вами развиваем, это совершенно инновационная технология, инновационный транспорт и необходимые специфические подходы. И, собственно, для реализации уже арабского направления будут привлекаться сотрудники и специалисты со всех стран мира. Вы видите здесь перерезание уже такой красной ленточки по открытию. И сейчас я повторюсь, буквально вот несколько недель назад мы наконец-то увидели это видео, которое было снято еще в сентябре. Многое на самом деле нельзя показывать, потому что было отснято количество, огромное материала, но смонтирована где-то десятая часть. То, что можно было показать, друзья, на самом деле все показано. И Анатолий Эдуардович всегда следует принципу, чтобы мужик сказал, мужик сделал. И, соответственно, даже по выполнению подрядных работ, то есть замечается это Анатолием Эдуардовичем, что какие работы нужно направлять на такие-то подрядные организации. У нас есть, соответственно, генеральный директор компании Fast Building Contracting, то есть Амар Апана. Он любезно предоставил нам интервью. И я могу сказать, что это достаточно серьезная организация, которая будет помогать в реализации мирового инновационного центра Skyway. И, собственно, в апреле 2019 года мы увидим, и уже не просто на словах, а увидим приближение тех золотых времен, которые продекларировал Павел Скойбеда. Вот вы видите этого профессионала своего дела, специалиста, который свел все контакты для того, чтобы это все закрутилось. Буквально за руку провел Анатолий Эдуардович. То есть были сделаны презентации просто на высшем уровне. О многих вещах мы услышали, но не имеем права говорить, допустим, каким образом была сделана презентация вообще шейху. То есть когда-нибудь эти фотографии попадут в сеть, когда можно будет их показывать. Но это сделано на мировом уровне, друзья. И так не был представлен ни один подвижной состав. То есть в Арабских Эмиратах был представлен измененный тип, именно подготовленный для отправки в Арабские Эмираты, типа Юникара, Юнибайк, соответственно. И все это было представлено высшим властям. И, собственно, было продекларировано, что да, мы хотим, чтобы это реализовывалось в арабском направлении, конкретно нашей стране. И вот помните все, как и технопарк, как начиналось строительство, 2015 год. Обязательно сбросьте ссылку материала, когда можно просто быстро пролистать хронологию событий, как реализовывался и как строился экотехнопарк в Мариной горке. Это начиналось с бурьяна, с заросшего танкового полигона. Здесь вы видите, соответственно, уже условия пустыни. Пустое поле пустынное. И, собственно, уже, естественно, есть конкретные проекты. Я не буду останавливаться на данном вебинаре, но мы обязательно будем разбирать более подробно, какие объекты будут реализовываться. И, соответственно, что будет создаваться, что мы увидим в апреле 2019 года. И, собственно, Анатолий Эдуардович, так же, как проходил непосредственно по экотехнопарку, и гадали, кто-то сомневался, кто-то безоговорочно верил и еще больше стал голосовать, так скажем, рублем и привлекать инвестиции. Ну, собственно, здесь также планы с сжатый период времени, который необходимо реализовать, друзья. То есть это все мы видели. И мы видели, каким образом Юницкий с помощью собранной команды на тот момент это было чуть больше, наверное, но меньше 50 человек. Сейчас это фактически 700 человек, которые работают с ЗАО «Струнные технологии». И как действительно фактически с ничего образовалось то глобальное, те глобальные результаты, которые на сегодняшний день мы получили. И я не знаю, честно признаюсь, друзья, будет ли именно вот постоянные репортажи. Очень надеемся, что будут репортажи по строительству, потому что мы уже начали с Ольгой договорились вести хронологию, уже отсчитывая непосредственно со строительства мирового инновационного центра SkyWay, который мы можем сейчас официально, торжественно объявить, что реализуется в Шарже. И не нужно уже гадать, что в Абу-Даби, в Дубае. Но, друзья, все проекты, которые начнут закручиваться уже после реализации первых участков именно мирового инновационного центра технологии, реализации технологии SkyWay в Шарже, распространяться фактически на все Эмираты, и не побоюсь этого слова, на весь мир. Что касается Эмиратов, это будет, планируется, друзья, во-первых, десятки миллиардов долларов контракта. То есть об этом Анатолий Эдуардович говорил еще на Экофесте, что даже первичные авансовые платежи и наши стратегические партнеры неоднократно говорили о том, что вы только начните строить, начните реализовывать, и, собственно, уже вам поверят, и авансовыми платежами действительно теоретически, возможно, потенциально сможет быть закрыто финансирование корневой технологии. Но, друзья, мы, естественно, живем в абсолютных реалиях, и сейчас мы надеемся только на свои силы реализации, то, что задумал Юницкий как стратег, как визионер, как идеолог, как человек, который задает вектор развития стратегии в ЗАО «Струнные технологии» и вообще всех фондов. Это касается и материнского фонда его, то есть мы, как Skyway Capital, все с вами, и Skyway Invest Group. Если говорить, друзья, про московский проект, то Юницкий развивает его еще с 2000-х годов, и, собственно, сейчас вернулись к этому проекту, и, соответственно, это направление сейчас реализуется с помощью усилий, в том числе и Skyway Invest Group, и Андрея Федоровича Ковратова. И мы, как фонды, решаем только о сотрудничестве, только о взаимодействии, потому что сейчас мы уже постепенно подходим к новому периоду, к новому этапу. Я не могу сейчас конкретно сказать, о чем мы договорились с головной компанией, но, друзья, вам это понравится, потому что это новые продукты, это те адресные продукты, о которых мы не раз говорили. И поверьте мне, это все замыкается далеко не только на Швейцарии, это те направления, которые мы вам неоднократно освещали. Это и Вьетнам, это и Эстония, это и про Африку. Сегодня вы услышите такие грандиозные новости, казалось бы, совпадения, но случайностей в проекте SkyWay, друзья, просто-напросто абсолютно не бывает. И в первом квартале 2019 года мы максимально постараемся запустить новые юридические финансовые продукты, которые позволят нам работать и взаимодействовать даже в США при запуске и реализации адресного продукта, касаемого адресных проектов США. Но, естественно, сейчас нам необходимо всем прости и развиваться. И то, что сейчас мы с вами, друзья, инициируем, все будет и отсеиваться, и фильтроваться. И, собственно, мы как SkyWay Capital максимально это все будем фильтровать, чтобы максимально облегчать работу департамента адресных проектов. Кирилла Анатольевича Бадулина. Погромнейшая нагрузка сейчас лежит на нем. И, собственно, мы будем фильтровать встречи. Это касается и результата по питерскому направлению. Вы не представляете, какие процессы закручиваются. Это как дополнительное подспорье к московскому проекту. Друзья, Россия тоже постепенно, наконец-то, начинает просыпаться в плане развития технологии SkyWay. И что-то мне подсказывает, что вообще параллельно континенты, страны... Вот 2018 год, это, можно сказать, такой этап демонстрации, сертификации уже реальных машин, реальной технологии. И что касается 2019 года, друзья, тут уже начнется не в мелкой поступе, а крупными уверенными шагами движение по адресным проектам. И то, что вы видите на сегодняшний день именно в плане будущей реализации арабского проекта, естественно, возможно, не все, что вы видите на этой картинке. И это дорогого стоит, когда мы видим вектор, что будет построено на арабской территории непосредственно в шарже. Это позволяет передавать информацию из уст в уста. И, друзья, я всех вас, всех нас с вами могу поздравить с этим великим событием, уже официальным объявлением начала стройки в виде видео. Передавайте этот материал абсолютно всем, потому что это действительно очень серьезный этап, друзья, к которому мы с вами подошли. И мы видим на самом деле уже по росту интереса, по росту привлечения инвестиций, насколько это важный и стратегический ход, и, собственно, действительно, вектор развития головной компании. Друзья, это мы видим, как члены правления по росту инвестиций. То есть на сегодняшний месяц мы выходим постепенно на очередные рекорды, которые не сопряжены и не связаны уже с такими событиями, как экофест, как, допустим, какие-то дисконты, какие-то маркетинговые стимуляции. Сейчас наступает период, что маркетинговые стимуляции должны быть сопряжены с запуском реальных адресных проектов, которыми будут заниматься специальные подрядные организации, естественно, в первую очередь сама головная компания. Потому что время создания, когда можно было просто зарегистрировать компанию, к примеру, Skyway Нигерия, либо Skyway Австралия, и пытаться двигаться, оно было в 2014 году, и многим партнерам была открыта действительно дорога это развивать. Но на сегодняшний день, как мы видим, партнеры, которые начинали это дело, и было зарегистрировано множество компаний, сейчас не дошли до результата именно в конкретном строительстве и создании адресного направления конкретных адресных продуктов. Вы не представляете, какую нагрузку сейчас несет юридический департамент. На встрече, на самом деле, с нами сидели еще и представители юридического отдела, и сейчас они, сохраняя репутацию головной компании, сохраняя репутацию нас, как фонда Skyway Capital, над этим работают, чтобы вот этот весь шлейф более 40 компаний, которые были созданы, убирать, нивелировать и, собственно, восстанавливать то юридическое равновесие, которое на сегодняшний день у нас с вами просто обязано быть, потому что мы вступили совершенно на другие грани, и, собственно, это видно с тех контрактов, которые были подписаны. Вы видели, что был развернут план непосредственно Мирового инновационного центра технологии Skyway непосредственно Анатоли Эдуардовичем, Павлом Скойбеда, и все наши арабские партнеры это увидели, и на выставке, которая прошла, естественно, не просто так, все это произошло подписание, но это держалось в строжайшем секрете, потому что мы допускали ошибки, утечки информации на сегодняшний день, мы просто не можем допускать подобных утечек. Друзья, я буквально вкратце на этом вебинаре останавливаюсь именно на этом серьезнейшем событии, настоящей вехи, которую мы ожидали, чтобы уложиться во временные рамки, во временные лимиты и перейти непосредственно к тому, что произошло в Африке, в поездке нас с Владом, в результатах работы Октава, Жиля и всех Коддиварских партнеров. Это была очень интересная поездка и, друзья, Коддивар действительно яро нуждается в технологии Skyway. Я не говорю о пробках, я говорю о таких факторах, как, допустим, Сабиджана, это финансовая и стратегическая столица. Коддивар перемещается груз 5000 часов и менее 500 километров простояния с ценой за 1 килограмм 400 долларов. То есть, просто проще на самом деле перемещаться пешком и это сопряжено и с плохим качеством дорог, и, естественно, с огромным влиянием различных логистических, транспортных группировок, финансовых, местных элит, которые эти процессы на сегодняшний день контролируют. Естественно, и государство хочет исправить эту задачу, потому что у Коддивар просто огромнейший потенциал, друзья. Я могу сказать, кто не в курсе, это мировой экспортер какао-бобов и по ней просто стоя, действительно, готовы были хлопать в ладоши и перед конференцией могу сказать, что если это видео не попало еще в сеть, обязательно мы пустим полный зал фактически 500-600, я, если честно, не знаю точную цифру, но был полный зал. Как обычно, стоячие места также были заняты, проскандировал наш слоган SkyWay. То есть это люди, которые пришли на эту конференцию и 25% было тех людей, которые слышали о проекте либо в первый раз, либо только недавно присоединились к движению SkyWay. И, естественно, я могу сказать, что неспроста это было все проведено в Нигерии, неспроста это было все проведено в Код-Дивуар, потому что эти регионы, эти страны, ну, если говорить непосредственно про Африку в целом, она растет в геометрической прогрессии, друзья. То есть в начале это приток один, потом резко в три с половиной раза больше, потом резко в пять раз больше, в десять раз больше. И потенциал этот раскрывается на сегодняшний день, когда мы максимально поддерживаем активность, которую начали наши лидеры. У нас появился новый такой действительно десант очень серьезный, то есть это Жиль Вебер, и он сделал огромную работу именно по французскому направлению, там и мне, и Владу пригодились очень знания иностранного языка в виде французского языка, потому что все переговоры там были на французском языке, друзья, и собственно поставьте плюсики, кто видел репортажи, то есть уже на телевидении на нигерийском Африка 24 есть интервью меня, я там сказал такие вот слова на французском, как посыл код Дивуар Влада в технической части по реализации будущих адресных проектов. Октав это просто вообще замечательно выступил, как истинный дипломат, истинный не побоюсь этого слова лоббист технологии Skyway среди представителей министерств, среди чиновников, потому что до конференции на самом деле друзья у нас вообще в принципе встреча началась сразу с корабля на бал и буквально с самолета мы с Владом даже не перекусив стали обсуждать дальнейшие движения по следующим дням и мы были очень сильно довольны насколько плотный график предстоял нам к работе и буквально на следующий день была организована очень серьезная встреча это ВИП и инвесторы и чиновники там были то есть Велф Министерии то есть это именно Министерство благосостояния если не ошибаюсь по названию этого Министерства естественно Министерство транспорта естественно по адресным проектам по морским портам был огромный интерес задавали вопросы по грузовому направлению но друзья на той встрече не родился конкретный адресный проект и на самом деле уже и после конференции мы с Владом были уверены что работа выстраивалась именно в плане повышения привлечения инвестиций в этом регионе и собственно уже начали расстраиваться что вернемся без адресного проекта но не тут то было на самом деле произошло настоящее чудо но случайности абсолютно не случайны в нашем проекте друзья потому что притягиваются всегда нужные люди и отсеиваются ненужные люди и в арабском направлении Анатолий Эдуардович тоже поведал нам истории когда хотели закрыть вроде как и стратегическими инвесторами когда уже начинала работать команда текущих наших партнеров и собственно возникали различные ситуации которые проверяли зао струнные технологии проверяли лично Анатолия Эдуардович Юницкого подвергнется он этому соблазну или нет все психологические проверки это были не проверки друзья происходили определенные события и мы доказали профпригодность мы доказали абсолютную приверженность по отношениям с нашими стратегическими партнерами которые собственно проработали огромное количество адресных проектов на те десятки миллиардов долларов про которые мы говорим вот вы как раз на слайде видите выступление кстати вот очень интересные и возможно в системе будущих вводных технико-экономических вебинаров сможет наш переводчик участвовать огромное количество людей сразу заинтересовались технологией это и охрана которая нам понадобилась очень серьезно в городе потому что ну вы понимаете Африка и как относится к белому человеку то есть нужна определенная безопасность которую естественно мы соблюдали и собственно все охранники все переводчики заинтересовались технологией Skyway на встрече с потенциальными инициаторами адресных проектов с потенциальными лоббистами друзья ну собственно вот эта вип-стреча дала результат что это потенциальные инвесторы крупные средние инвесторы то есть они хотят инвестировать в это направление но у нас была задача другая то есть мы подготовили таким образом эту вип-стречу чтобы все-таки обсуждать адресные проекты привлечение инвестиций это тоже всегда хорошо друзья потому что я могу сказать что никто не ожидал такого результата от конференции которые мы получили это не касается СМИ друзья это не касается кстати вот телевидения и так далее это абсолютно на добровольных началах без предварительных оплат договоренности что неимоверно радует и показывает интерес региона именно к технологии Skyway и вот вы видите пустой зал это за день до конференции в стори в инстаграм я так скажем задавал вопрос будет ли этот зал полностью наполнен и я могу сказать что различные мнения были и у наших партнеров тоже но после нигерийской конференции я был абсолютно безоговорочно уверен друзья что зал будет пол и вот настал день конференции соответственно зал действительно абсолютно полный 500 600 человек которые у них естественно такой специфический менталитет у них свое восприятие у африканцев они намного ближе к природе им намного ближе экологические вопросы экологические задачи которые решает технология skyway технические вопросы и они собственно перед конференцией также встали и даже по своим обычаям помолились за технологию skyway те кто уже участвует в проекте skyway и собственно я могу сказать что конференция была выстроена просто идеальным образом результат уже по приходам инвестиций отображается мы его видим в начале влад выступил с технической частью то есть это техника экономическое обоснование технологии skyway и далее собственно изучив уже конъюнктуру рынка изучив те задачи которые они для себя определили и в плане транспорта и в плане развития инфраструктуры уже вещал я как говорится не по презентации и далее мы ответили на все вопросы было вопросов наверное чуть больше десяти и были пожелания и пожелания лично Анатолию Эдуардовичу Юницкому чтобы доделать этот проект что он нужен в код Дивуар он нужен Африке и действительно это показывает просто огромнейший интерес я не исключаю друзья что в 2019 году вот в декабре будет следующая конференция во Вьетнаме даже боюсь представить сколько там будет человек но в 2019 году мы будем собирать еще больше залы и настаивать чтобы те люди которые присутствовали на конференциях для оптимизации непосредственно расходов по конференциям присутствовали уже онлайн и дали дорогу тем людям которые хотят от спикеров услышать новости и сфотографироваться задать вопросы естественно и получить именно такой face to face заряд что могу сказать друзья мы над этим будем работать естественно перевод он не передавал тех эмоций которые мы с Владом посылали то есть мы будем формировать команду непосредственно и по французскому направлению вот с конференции код девуар я могу сказать что сейчас французский язык это не только Бельгия не только Франция частично Нидерланды и так далее но и это код девуар и мы видели эту историю друзья как начиналось у нас развиваться Словакия то есть небольшая страна чуть больше 7 миллионов людей что касается Абиджана столицы Код девуар чуть больше 4 миллионов людей и так же примерно 7 миллионов людей это вся страна и там начала добываться 2,5 года назад нефть сейчас этот регион с огромнейшим потенциалом вот позади нас вы видите основную такую водную транспортную магистраль это их река и собственно могу чуть-чуть предвосхищая сказать что у нас проект все-таки родился и это произошло просто случайно как это обычно бывает в нашем проекте как произошла инвестиция на сегодняшний день вот общались с Андреем Федоровичем Ковратовым поздравлял с днем рождения очень долго по вайберу попереписывались и собственно я вспомнил по сообщению что действительно он своими силами привлек инвестицию просто в житейской ситуации на пробежке в Таиланде рассказав о проекте 339 тысяч долларов на сегодняшний день насколько мне известно этот рекорд от одного человека я не говорю про группы людей я не говорю про юридические лица он пока что не побит и вот вы видите это необычный мост на фотографии это мост который совмещен с метро таких мостов три если не ошибаюсь в Абиджане их естественно строила государственная транспортная компания в том числе от части и нагрузки которые выдерживает этот мост это естественно мост с температурными швами то есть традиционный мост также и мосты естественно мы чуть попозже предложим уже нашим новоиспеченным потенциальным партнером почему я говорю потенциальным друзья потому что на самом деле так это не запись друзья это не запись это мое живое выступление то есть это абсолютно не запись это идет онлайн просто на сегодняшний день я не включаю видеотрансляцию потому что сигнал может барахлить мы сейчас находимся в походных условиях и вот этот мост он совмещен с метро то есть наверху вы видите пешеходную часть автомобильную часть транспортировок и вот эту массивную часть там перемещается уже биджанское метро и те нагрузки которые выдерживает мост повторюсь друзья не справляются с потоком то есть есть определенные потребности и вообще как бы непосредственно если говорить про задачи которые мы ставим непосредственно по родившемуся адресному проекту то это перемещение примерно 20 тысяч пассажиров в день как минимум это примерные первичные прикидки и расскажу друзья историю которая действительно произошла ее можно сравнить вот с той пробежкой на которой был Андрей Федорович Ховратов и собственно мы едем с октавом в его автомобиле Рено очень хороший замечательный автомобиль французский кстати Код Дивуар Абиджан к Франции относятся таким образом что все таки Код Дивуар это французская колония определенную долю именно цивилизации естественно Франция оставила я могу сказать что Африка это уже не Азия то есть это не такие трущобы даже трущобы там абсолютно цивилизованы и мы увидели в окно после различных встреч заехали к октаву в офис октав сейчас активно работает основной свою часть времени именно в проекте Скайвей и также совмещал со страховой деятельностью это огромные выходы поэтому и чиновников организовал вип-встречу видим что проезжает Ламборгини то есть тот кто знает что это за марка модель Ламборгини напишите в чат то есть я не разбирался честно говоря единственная мысль которая у нас возникла с Владом в голове что нужно с этим человеком познакомиться потому что наверняка в Абиджане не так много людей которые имеют Ламборгини этот человек наш потенциальный партнер оказался друзья внимание владельцем компании которая занимается созданием опор созданием металлоконструкции то есть он ждет сейчас и получил буквально вчера описание проекта то есть это черновое такое описание проекта прикидки мы эту фильтрацию сейчас на самом деле запустили и успешно осуществляем для максимальной разгрузки департамента адресных проектов и собственно он сказал что я знаю как реализовывать потому что этим занимаюсь и где вы были вообще раньше потому что тут железнодорожный проект и так далее то есть он мгновенно фактически нас с владом прочитал тут нам пригодилась охрана могу сказать друзья потому что первый контакт октава октава и жили был наш потенциальный партнер я не буду называть ни его имени ни фамилии фотографии абсолютно достаточно я думаю что он и посетит и экотехнопарк потому что мы с головной компанией с надеждой геннадиной косаревой и юницким анатолием двордачем обсуждали в том числе критерии партнеров которые могут посещать экотехнопарк первое это группы людей которые являются нашими активными партнерами инвесторами и представляют какую-то страну либо город и они могут соорганизоваться в группу посетить экотехнопарк это будет одно отношение одно сопряжение именно с рассказом о технологии и соответственно далее это наши потенциальные крупные инвесторы и после этого друзья это потенциальные инициаторы адресного проекта и потенциальные заказчики отношения совершенно другое к этим категориям людей но ко всем естественно максимальное человечное отношение чего я не могу просто сказать против потому что я неоднократно видел эти делегации и собственно максимально профессиональные отношения со стороны Кирилла Анатольевича Бадульна было высказано и делегации питерской как это будет сейчас развиваться друзья будем наблюдать будем смотреть так вот мы с нашим потенциальным партнером который водит в Абиджане Ламборгини познакомились у нас были с собой брошюры друзья слава богу и собственно уже наш новоиспеченный товарищ пригласил в свой офис это было воскресенье внимания это был крайний день когда мы находились уже в Абиджане была небольшая экскурсия то есть мы проехались по водному транспорту увидели вот именно концепцию мостов с метро и собственно вот кстати Анатолий Эдуардович отметил по фотографии что не слишком ли низко располагаются мосты и естественно когда с нашим партнером мы будем обсуждать этот тоже вопрос будет поднят друзья чтобы опоры были правильно друзья расположены и предварительные расчеты по новому проекту мы уже сделали и буквально сегодня мы это все дело передали так друзья я прошу прощения сейчас вот может быть шум там и так далее потому что огромное количество времени сейчас я находился один в комнате но сейчас так как находимся в походных условиях ну собственно уже скоро и завершим наверное то есть я могу сказать друзья произошло настоящее чудо для развития проекта Skyway в Абиджане потому что мы с Владом считаем что этот человек предварительно потенциально мы это будем пробивать мы это будем смотреть и мы сказали что чтобы инициировать адресный проект нужно так же и стать инвестором он готов это все проанализировать готов сделать но воскресенье он нас пригласил в офис показал каким бизнесом он занимается то есть это нефтяной бизнес это поставка топлива городскому транспорту и собственно все отчеты он нам показал для того чтобы показать что он действительно как бы серьезный человек ну что ну извините мы тоже представились серьезными людьми потому что первая попытка Жилия и Октава с ним познакомиться помечалась неуспехом потом подошла уже наша охрана и сказала что вот делегация международная Россия и Бельгия хотят с вами пообщаться по поводу непосредственно инфраструктурных проектов на территории Абеджана и в целом Код Дивуар и здесь я могу сказать уже обсуждались конкретный пассажиропоток конкретная трассировка предварительно была намечена и это примерно длина общая такое вот кодовое название проекта Лагуна назовем чуть более четырех километров и естественно мы будем это направление запускать только после проверки службы безопасности и этого человека и всей команды только после того как он поедет на Экотехнопарк чтобы лично убедиться своими глазами в технологии которая уже у нас реализована здесь так скажем налит чай то есть этим мы увенчали на фото наше такое спонтанное сотрудничество которое закрутилось и я не исключаю что это будет одним из стратегических проектов по развитию технологии SkyWade на территории не только Код Дивуар и Африки потому что необходимо начинать именно с небольших проектов друзья и мы с Владом уже с спокойной душой отправились с чувством выполненного долга что действительно и проект тоже потенциальный появился в Код Дивуар друзья и так будет с каждой страной по истечению времени когда мы будем приезжать куда-либо с конференцией потому что по-другому просто нельзя и встречаются на пути такие люди как вот наш партнер прямо хочется мне произнести это кстати второе уже имя человек который имеет выходы на королевскую семью Катара и сейчас так скажем его попридерживаем до вот такого массивного уже движения по арабскому направлению когда настанет апрель и естественно не стоит мешать две страны арабские то есть и Катар и арабские эмираты все постепенно друзья и мы это держим в обоиме все сейчас наблюдают следят за нашим проектом и даже появляются вот такие спонтанные партнеры которых мы встретили в Код Дивуар следующая конференция будет во Вьетнаме то есть на ней будут присутствовать Франтишек Солар и Владимир Маслов и далее будет очень интересная премия вручаться Анатолию Эдуардовичу в одной из европейских стран мы обязательно сделаем также и не знаю насчет прямого включения и фоторепортаж и описание но я могу сказать что Анатолий Эдуардович опередил и Шарля Де Голи и собственно китайского правителя одного из таких мощнейших китайских правителей тайского короля то есть вот ему хотят вручить определенную премию за вклад в развитие человечества не побоюсь этого слова так что друзья вот такой вот вебинар в походных условиях мы отправляемся сегодня в свои страны в свои города и далее уже Владимир Маслов в четверг на следующей неделе проведет вебинар но мы с вами будем как всегда два раза месяц встречаться независимо от того где я нахожусь и включаться в традиционный технико-экономический вебинар по среду но сейчас друзья я готов ответить на вопрос по традиции прошу от одного до десяти поставить оценку информации которую вы сегодня услышали впитали даже без моего видео без моего фото это для меня такой нетрадиционный формат потому что когда я включаю видео я общаюсь и получаю энергетику от каждого из вас друзья потому что Анатолий Эдуардович понимает что самая главная поддержка и даже независимо от того как будет развиваться проект это в крауд инвестинге сила в тех людях которые поддерживают проект друзья то что мы сейчас создаем это система это огромная армия потребителей будущих технологии которые любят технологию в которую они инвестируют вдумайтесь в это на это уже при выходе компаний на публичные размещения при выходе компаний на коммерческие рынки международные обычно тратятся миллиарды долларов маркетингового бюджета чтобы просто люди начали принимать тот или иной бренд и ту или иную технологию что касается токенов друзья я могу сказать появился ресурс нейроникс.io это один из трекеров ICO трекеров то есть таких ресурсов очень много которые делают анализ предстоящих ICO на этом ресурсе я не увидел много на самом деле ICO друзья то есть это какой-то начинающий ресурс но что касается информации на нем кто-то разместил сам информацию там ведется ссылка на наш ресурс то есть эту информацию не размещала головная компания и все что касается маркетинга все что касается продвижения по крипте сейчас не сделано никаких телодвижений и телодвижения друзья наверняка не буду утверждать потому что этого направления касаюсь в минимальной своей степени после 25 июня 2018 года когда передали все разработки непосредственно нашим арабским стратегическим партнерам и головной компании то есть сейчас ЗАО струнные технологии занимается этим направлением на днях было очень серьезное юридическое заключение со слов представителей головной компании именно в крипто направлении никакой информации кроме вот этого сайта лендинга во внешних источниках не было дано на сегодняшний взгляд на сегодняшний день друзья извиняюсь заговорился уже то есть вся иная информация это кто-то сам размещает и дай бог будут размещать на ICO трекерах будут пытаться вылить естественно много грязи да и я и сам сейчас друзья абсолютно не берусь давать никакую неположительную ненитральную никакую-то аналитическую оценку предстоящему размещению потому что естественно все мы с вами друзья ждем белой бумаги ванпейджера для того чтобы понимать что за токены что за экономика токена но Панатолий Эдуардович уверил опять же на совещании что готовится серьезный механизм в первую очередь серьезный юридический финансовый механизм который готовится друзья то есть то что было продекларировано что будет запущен сайт это было сделано опять же мужик сказал мужик сделал все что касается белой бумаги друзья но собственно ожидаем сейчас и она обязательно появится в доработанном виде в том которым нужно и можно показывать все что касается непосредственно обмена ваших обязательств на токены друзья это вы увидели что все было продлено для продлено для тех кто вдруг не успел головная компания абсолютно понимает каждого нас с вами в отдельно взятой личности и ценит действительно поэтому дает такую возможность что касается меня друзья очень много вопросов я не трогал ни обязательства ни токены и не менял на токены то есть очень много вопросов задают друзья не менял это мое личное сейчас решение я дожидаюсь документации но Анатолий Эдуардович действительно я могу сказать в разных состояниях мы видели Юницкого сейчас он в таком рабочем спокойном настроении и это доказывает показывает что к апрелю мы увидим то что готовится для шейхов арабских эмиратов непосредственно уже если говорить в регион Шаржа и собственно вот я не знаю про лакшери исполнение друзья но то что будет продемонстрировано в виде провисающей путевой структуры в виде пролетов это будет сделано при тех текущих темпах финансирования которые мы с вами сейчас друзья уже осуществляем я не сомневаюсь и не исключаю возможности что Юницкий на самом деле уже во всю сам готовит направление гиперскоростного транспорта и гипер Ю Анатолий Эдуардович при каждой встрече говорит о программе уже Экомира и собственно я всем рекомендую всегда изучить этот труд дайте ссылку на описание программы Экомир потому что это действительно классный документ и это наша стратегия развития вектор посыл на 30-40 лет и друзья ту систему из людей которую мы сейчас из людей из бизнесов из специалистов которые мы сейчас выстраиваем она будет работать не на десятилетия а на многие многие десятилетия и в завершении могу сказать вот тоже сейчас встречаюсь с различными финансовыми экспертами так я друзья не ухожу от прямого ответа я обязательно отвечу на вопросы встречаясь с финансовыми экспертами и вот вы помните такое вот заявление Анатолий Эдуардович что мы делаем бизнес самый крупный бизнес на земле то что не сделали вместе Ford Steffenson и Boeing что касается акции компании Boeing друзья это консервативный инструмент и такой я могу сказать достаточно стабильный и что-то мне подсказывает Skyway имеет право и будет в будущем занимать очень серьезную долю транспортного инфраструктурного бизнеса предоставляет ту услугу в которой нуждается все человечество друзья все прекращаю отвечая на вопросы швейцарский проект на сегодняшний день друзья по Сан-Бернандино принято головной компанией как мы и говорили то есть мы приезжали с определенным соглашением сейчас нам необходимо подготовить расширенный бизнес план максимально постараемся чтобы в первом квартале 2019 года у нас уже запустился адресный продукт по швейцарскому проекту друзья еще вопросы коллеги когда будет включен функционал обмен акций на токены Юрий вы имеете ввиду в Skyway Capital верно напишите пожалуйста по Skyway Capital информацию сейчас не могу дать потому что не обладаю также собственно и SWIG не может дать информацию как только так сразу эмиссии токенов тоже думаю будет описано в белой бумаге когда токены выйдут на ICO единственное то что я могу сказать незаконченный продукт головная компания не будет выводить ни на какое ICO то есть только доработанный продукт соответствующий требованиям который закладывает Юницкий будет выводиться на рынок будет ли чистая прибыль в 2018 году в 2018 вот честно мое личное мнение сомневаюсь в 2019 возможно от поступления авансовых платежей уже по проектам будет ли еще волна выкупа акций для инвесторов 2015 года возможно но точной информации не обладаем по российским адресным проектам идут направления Москва и Санкт-Петербург параллельно так коллеги еще вопросы ну все коллеги хорошо тогда до следующих вебинаров строй скайвей спасай планету